Привет всем, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дэм Ремейк и с вами Диана. Сегодня речь пойдет о BB-креме от корейской марки Эбориан, а именно BB-крем Нюд. Если я не ошибаюсь, данный тональный крем представлен в трех оттенках, но у меня и средний оттеночек, который называется Нюд. Да. Что здесь вообще говорится? Это BB-крем 5 в 1. Total Sheer Makeup Care Face Cream, то есть еще и care, это хорошо. Он идет вот в такой вот коробочке, у него достаточно милый дизайн. Я вообще не фанат супер милых дизайнов, но этот такой симпатичный, немного минималистичный, по-моему, это достаточно круто. И он шел вот в такой вот коробочке, что у нас здесь написано? Это у нас BB-крем натурально-бежевый, здесь 45 мл. Новое поколение средств для создания идеальной кожи, уход за кожей, плюс прозрачная основа, плюс эффект идеальной кожи. Благодаря высокой концентрации церебрых трав и корейского женьшени, крем питает, увлажняет, выравнивает тон кожу, маскируя мелкие недостатки, их смягчая, придает коже бархатистой, создает эффект кожи младенца, защищает от редного воздействия окружающей среды, 10 SPF 20. Нанести тонким слоном на дневной крем или на чистую кожу. Что здесь написано? Это вот то, что написано вот в русском переводе маленьком. Что написано здесь? Крем помогает выравнивать и монтировать, уменьшает видимость каких-то недостатков, смягчает текстуру кожи, ну, вы файл, делает ее более гладкой. Увлажняет и напитывает кожу. Извините, что я так, возможно, потупливаю, здесь просто на английском я вам сразу перевожу. Дает нежирный вельветовый финиш для полупрозрачного и финиша без изъянов. Они дважды употребили слово финиш. Странно, ладно. В общем, вот эти пять вещей, которые он делает, по крайней мере, по заверениям производителям. Что бы я еще хотела сказать? Это не первое впечатление. Я попробовала данную бибишечку уже на себе несколько раз и пробовала использовать на моделях и клиентах. Сразу хочу сказать, он очень классный и он идет в двух объемах, 45 миллилитров, по-моему, стоит около 3600 рублей. Он продается точно в Альдоботе, по крайней мере, я его брала в Альдоботе, ну, или в Сифоре, в Сифоре на ваш выбор, да? На него распространяется там какая-то скидка, поэтому вы сможете взять его по скидке. Вот, там цена, по-моему, около 3600 рублей. Но я нарвалась на прекрасную акцию, взяла данный бибикрем за 2500. Также он идет в объеме 15 миллилитров и там, по-моему, с какими-то скидками получается около 1200. То есть, если вы хотите именно что-то попробовать, отличный вариант. Чем мне он очень понравился? Он по-настоящему красиво ложится на кожу. В моем случае он не подчеркивает шелушение. Мне могут некоторые тональные крема подчеркнуть шелушение. Его можно поднаслоить. Он неплохо, очень даже неплохо перекрывает недостатки. Если я не ошибаюсь, производитель заявляет стойкость около 12, по-моему, часов 8. Я не помню, где я это читала. Мне просто казалось, что он заявляет некую стойкость. Производитель говорит о том, что данный тональный крем подстраивается под оттенок кожи. Я пока вообще не поняла, вот есть ли тональные крема и BB-крема, и CC-крема, которые на самом деле берут и прям подстраиваются. Потому что я такого не видела. Вот чтобы я прям брала крем, наносила его, и тут вот опа, из одного цвета стал другим. Я пока этого как-то не поняла, и поэтому я всегда остерегаюсь BB-кремов. Но вот этот, он, кстати, вот какой он примерно есть, такой он примерно и оказывается, что очень здоровый. И что, по-моему, не так часто встречается в BB-кремах, но я могу ошибаться, если что, поправьте меня. Тем не менее, он очень красиво ложится. Он очень красиво выглядит, его можно поднаслаивать, он очень хорошо держится, реально выравнивает текстуру кожи. И золото просто, серьезно. Возьмите и вот горе не знайте. Что бы единственное хотелось обговорить? Корейцы, в принципе, всегда, наверное, всегда или почти всегда, ну, по крайней мере, все, о чем я слышала, они всегда засовывают в свои вот эти вот продукты силиконы, ну, как бы, ну, ну, это неорганика, да. И поэтому очень важно грамотно смывать подобные тональные крема и BB-крема. То есть обязательно нужно использовать какие-то средства с гидрофильным маслом или чистиком. Сначала гидрофильное масло, потом пеночка, чтобы обязательно удалить все эти силиконы, чтобы у нас не было потом забитых пор. То есть мы же, никто этого не хочет, ну, никто не хочет этого, да. Это, наверное, единственное, о чем бы я хотела оговориться, а так он прям зайчка. И цвет у него классный. Я обязательно приложу сводчи от моего мужа. Ну, я просто просила мужа зайти его взять, почему бы и нет. И он мне вот заодно сделал сводчи тональных кремов на ручке, и я вот, наверное, куда-нибудь вот... А так это вот хороший средний оттенок, такой среднерусский, скажем так, оттенок. То есть если вы такая немножко русая девушка, если у вас не слишком желтая кожа, не слишком желтый потон кожи, то я думаю, что данная бибишечка вам, скорее всего, идеально подойдет. По крайней мере, для меня это, наверное, один из моих вот самых близких попаданий под мой оттенок кожи. И я его прям обожаю. Расход, кстати, у него такой средний. То есть если вы хотите экономить, наносите пальцами. Причем, скорее всего, он неплохо нанесется пальцами. Если вам его не жалко можете наносить спонжем, можно наносить кистью. Я, наверное, как в прошлый раз тоже сделаю, ну, как с тональным кремом коллаген. Если кто смотрел мой обзор, обязательно ставьте лайк. Если кто не смотрел, я, наверное, оставлю вот ссылочку где-нибудь вот здесь, тут, вот, да. Да, вот тут. Я половину, наполовину лица спонжем, наполовину кистью. Так. Он постоянно плюется. Он опять плюнул. Так, ладно. У меня еще не было случая, чтобы он мне не плюнул. Ну, это, наверное, из-за того, что он там на бочочке лежал, чтобы лежал. Вот так все было бы нормально. Ну, собственно, вот он, то есть вот эта вот прекрасная горошинка. И давайте я вас немножко приближу к себе сейчас. Наверное, как и в прошлый раз, я возьму одну из своих самых любимых кисточек для нанесения тонального крема. Это кисточка от Real Techniques Extra Face Brush. Это один из их бестселлеров. Она клевенькая. Советую. Набираем. Я думаю, от центра лица. Смотрите, мне кажется, что, несмотря на то, что заявлено, что этот тональный крем подстраивается, что он все-таки для очень желтого подтона кожи не подходит. То есть он вот для... Вот он имеет немножечко сириночки в себе, что тоже очень хорошо. Очень хорошо разгоняется. На лобочек давайте тоже, да? Он очень прост в нанесении, что, конечно же, не может не радовать. Вот это в такой один слой. Вот видите, он достаточно натурально лежит на коже. Он не скрыл на 100% все недостаточки, но определенно их подвыровнял. Ну-ка, давайте посмотрим. То есть вот на эту половину лица мы его уже нанесли в один слой. Но вот это нет. То есть видите, такое вот очень хорошее полупрозрачное покрытие, мне кажется, очень хорошо может подойти на каждый день. Давайте я немножечко поднаслою, совсем чуть-чуть. Вот здесь, мне кажется, нужно, да? Видите, он сейчас уже немножко подзастыл. И... Мне кажется... Да, он наслаивается. Сейчас еще, я что-то всегда замечала. Когда мы наносим какие-то продукты на кожу, у нас все-таки вот кожа чуть-чуть раздражается, и кровь к ней приливает, и лицо становится розовее, чем он и есть обычный. На это всегда нужно делать скидку. И поэтому, если мы в этот момент нанесем тональный крем какой-то более желтый или более зеленый, чтобы перекрыть эту красноту, пройдет 20-30 минут, может быть меньше, у всех по-разному, кожа успокоится, и вот этот оттенок, желтый-зеленый, он прям резко вылезет. Это будет смотреться очень естественно, немного как у трупа. Ну, мы же не хотим выглядеть как такие трупаки, правильно? Поэтому делайте на это скидку. И я поэтому, когда наношу, и вот я смотрю на кожу, ой, она выглядит чуть-чуть розовее, чем вот этот чуть-чуть, нужно это почувствовать. И так я думаю, да, когда кожа успокоится, это будет идеально. Ну, потому что эта розовинка перестанет просвечивать. Скорее всего, это не относится к суперплотным тональным кремам, потому что они, наверное, вообще ничего не просвечивают. Но вот ко всем остальным средняя плотность, легкие, это имеет отношение. Я немножечко попытаюсь перекрыть немножко зону под глазами. Я, конечно, не лучший пример для этого, потому что мои синячки, они достаточно темненькие. То есть если бы вы были обычной девушкой с мировосточной девушкой, у которой вот эта вот пигментация вокруг глаз, вот эти синячки не коричневые, например, такие более голубоватые, серневатые, мне кажется, вам бы плюс-минус оно бы перекрыло. Мне все-таки не совсем. Тем не менее, все равно все очень красиво. И вот второй слой, он еще немножко подперекрыл, и можно вот пальчиком, если очень хочется, добить, если прям вот совсем нужно. Дойдем вот везде. Меня, на самом деле, такое покрытие устраивает, потому что вот тьфу-тьфу. Кожа у меня плюс-минус нормальная, не назову ее идеальной, но бывают случаи всегда, всегда может быть хуже, правильно? Поэтому меня, в принципе, не смущает, что у меня что-то просвечивает, потому что, ну, это естественно. Я в Москве живу, ребят, но тут как бы такая экология, что... Ну, не в горах, не в горах. И давайте на вторую половиночку спонжиком. Вот у меня еще осталось. Это я причем так щедро наносила на свою личку. Так. И, скорее всего, спонжем, конечно же, расход у нас больше. Я не люблю наносить на себя спонжем, такой, что еще и сбиваю просто. Зато это никак не двигает кожу. То есть, если вы прям боитесь, и вы немножко параноите на тему каких-то мелких морщиночек, то вот спонжем вы ничего не двигаете, а значит, не провоцируете дополнительные морщиночки. Угу. А кистью, особенно пальцами, вы кожу тянете, и это может приводить к каким-то морщинкам, провисаниям. Я не знаю, вам виднее, ребятушки. Но спонжером у меня есть чувство, что я являюсь себя и сбиваю. Особенно вот когда я вот в эту структуру стукаю, потому что за ней вообще все летит. То есть сюда нормально, а вот сюда уже затрясывается. Вот еще мини-горошинка у меня. Так, давайте-ка вот сюда добавим, да? Мне прям очень нравится, как спонжем. Он ложится так ровненько, хорошо. Прям красиво-красиво. Красиво ложится. Вот. По-моему, вообще все отлично. Я прям все-таки его обожаю. Наверное, пока из моих вот всяких биби тональных кремов именно на себе, вот эта штука пока что моя самая-самая-самая любимая. Мне больше всего нравится, как оно лежит на мне. Вот это вот. Это пока вы самый главный любимчик. Ну вот как-то так. Что мне очень нравится, что он не ложится маской. Он лежит очень-очень-очень натурально на коже. И если у вас все-таки кожа склонна к жирности, либо там пересмотрите какую-то базу под макияж, которую вы используете. Это не просто там увлажняющий крем, как, например, у меня сегодня. И, наверное, вам все-таки придется сверху припудрить там Т-зону или то, откуда у вас чаще сползает макияж. Плюс вы поверх можете дополнительно какие-то зоны перекрыть консилером, само собой, без проблем. Там зону под глазами, какую-то пигментацию, может быть, точечки после акне или прыщи. Все это перекрывается поверх тоже просто замечательно. Там дополнительным консилером. Либо можете, если вам совсем слегка нужно, опять-таки дополнительный слой тона точечно добавить. Он правда классный. Припудрите сверху, и у вас все будет держаться. Если у вас там кожа чуть-чуть в течение дня жирнится, промокните салфеткой. Я уже об этом говорила ранее. И мне он правда очень нравится. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ну или что оно оказалось для вас полезным. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте большой палец вверх. Если нет, можете поставить дизлайп. Я надеюсь, что это ваш не последний раз на моем канале. Если что, у меня в конце сейчас появятся ссылки на мои другие видео. И давайте до новых встреч. Обязательно увидимся. Пока! А, нет, подождите. Подписывайтесь на мой инстаграм. И да, вот здесь вот он. И ссылочка еще в описании. Я там до моритат. И давайте пока! Субтитры сделал DimaTorzok